С каждой подпиской на канал мир становится добрее. Подпишись. Майнер с вами. Всем привет. И сегодня с реакцией на видео, которое озвучил Добби Крабик. Называется оно «Мои мысли об АСМР». Окей, это когда-то там делать вот так. Всем привет. Сегодня мы будем шептать в микрофон. Да? Если это то, о чем я думаю, значит, да, я знаю, что за фигня. Погнали смотреть. Мне нравится думать, что большинство моих видео стали намного качественнее за последний год. Давайте же посмотрим мое первое видео. Поехали. Окей, первый видос. Знаете такие книги, которые вы делаете в начальной школе всем классом, а потом какое-нибудь издательство печатает их, как настоящие книги? Знаете такие книги, которые вы делаете в начальной школе? Блин. Я разговаривал как неудачник. И мне было 18 на момент создания видео. В этом возрасте по закону можно... Жениться. В общем, я стараюсь улучшать качество своих видео. Я купил хороший микрофон, научился работать со звуком... Там прессы делать. Полагаю, мои рисунки стали живее и больше двигаются. Но иногда при озвучке я случайно... Причмокиваю. Ужас! И я думал, что это за сухость и во рту. И тогда я выпивал целую бутылку воды, но все равно иногда причмокивал. И я думал, а может я выпил слишком много воды? Так бывает? Может мне стоит пить Гаттерейд? Ничего особенного, да? Я погуглил, как перестать причмокивать. И так как я ничего не нашел с картинками... Как ты ее читаешь? Здесь же нет картинок. Да вообще невозможно, отвечаю. Не знаю, а вдруг кто-то делает туториалы по озвучке. Но вместо этого я наткнулся на нечто неописуемое. Этой ночью возвращение... Матафак. Ну да, это... Боже, как я подобные видосы в неловке состояние какое-то вводят. И вот это же на третья девочка, что очень, очень близко наклоняется к микрофону и причмокивает. Супер близко. И судя по всему, спрос на тех, кто причмокивает, куда больше, чем на тех, кто так не делает. Черт, я еще и пытался избавиться от этой проблемы. Но вы, наверное, думаете... Джеймс, но это же только одно видео, да? Есть только один человек, что делает это, да? Не существует же целого сообщества в честь... Автономная сенсорная меридиональная реакция. АСМР. Это целая напечатанная страница из Википедии с заметками. И я уверен, что некоторые из вас уже знают, что это такое. И вы ничего не сказали. Что, думали, я никогда не узнаю? У меня в колледже распечатка стоит 5 центов за страницу. Так что я потратил 65 центов на распечатку этой страницы из Вики. Ужас. Навсегда утеряны деньги. Так что же такое АСМР? По сути, это видео, где кто-то... Шепчет микрофон и делает определенные звуки. Примерно 20-60 минут. И вы сейчас... Охренеть, 20-60 минут? Зачем реально? Зачем? Википедии говорит, что... Суть АСМР в том, чтобы дать слушателям... Мне жарко. Почему так жарко в моей квартире? Это описывают как... Сродни небольшому удару тока. Я лучше всего могу это описать как... Помните те видео Боба Росса? Припомните... О, да, да, боже мой. Я стрим смотрел еще его даже. Когда их делали ретанциацию стримов во старых видосах. И звук прикосновения кисточки к полотну. И еще когда он бил кисточкой по перекладине. Побей меня так же, Боби. Думаю, в этом есть суть АСМР. Оно должно давать вам те же ощущения, что и от просмотра видео Боба Росса. Чел, ты смотрел эти видео совсем не так, как я. И так как я почитал статью Вики... Пожалуйста, Побей меня, давай. Первое упоминание АСМР было записано в книге 1925 года. С хрипцой в голосе точно стрекот кузнечика, который восхитительно отдался в хребте, послал звуковые волны к мозгу, и там они расплескались. Как это мило. Как что за фигня вообще? АСМР эффект очевидно сильно привязан к восприятию безопасного и альтри... Фейс, что это за слово? Альтруистик? Альтруистичный. Альтруистичный. АСМР эффект очевидно сильно привязан к восприятию безопасного и альтруистичного. Да бывают такие проблемы на самом деле. Альтруистичного. Альтруистичного. Что приносит огромное удовольствие на грани с эйфорией. Ведь груминг проводится партнером не ради чистоты, а ради сближения друг с другом. И тогда появляется вопрос. Груминг, надо будет посмотреть, что это такое. Возвращение всеми любимого причемакивания. Боже мой, собаки немножечко как это мило. В 2008 году, но не был популярным аж до появления группы в фейсбуке и сабреддита в 2010. Кроме того, это не всегда называли АСМР. Вместо этого люди говорили... Шептание в микрофон! Щекотка головы, щекотка мозга, щекотка позвоночника и мое любимое. Вызванный вниманием головной оргазм. Головной оргазм. Какой-то мило. Ведь тогда люди подумают, фу, эта АСМР-фигня сексуализирована. Что совершенно не так, за исключением того, что в 2015 году создали новый жанр АСМР-видео под названием АСМР-отика. И еще просто в той статье достойно упоминание. Популярность АСМР-видео с участием женщин действительно превышает те, что созданы мужчинами. Но все же есть несколько популярных мужчин-АСМР-тистов, хоть и не все создатели гетеросексуальны. Так я не могу делать АСМР-видео, они это хотят сказать. И вот создатель... Сложно. На самом деле, поэты я делал... А, дело! В принципе, логично. Автономная, значит, что она спонтанная. Основное количество людей... Сенсорное в смысле ощущения чувства. Мужчин в интернете в текущий момент. И меридиональное... В значении оргазма. Я не выдумываю. Вообще, слово меридиан совсем не значит оргазм. Но в статье сказано, что... Айлен выбрал слово меридиональный, думая, что это более деликатный способ сказать... Оргазм. Посмотрите это у них в блоге. Вы хотите сказать, что все это время люди использовали слово АСМР в смысле оргазма, и это даже не истинное значение? Ладно, есть еще кое-что в этой статье. О чем я хотел бы поговорить. Очевидно, не все испытывают АСМР. Также есть вид АСМР под названием пинауральная запись, где используют два микрофона... Такая в одно ухо и в другое ухо. И от этого стрёмно... О, боже мой. Смотрите, я причмокиваю прямо сейчас. Другая популярная тема в этих видео. Ролевые игры. А особенно клинические ролевые игры. И я никогда особо не проникался темой ролевых игр. Данжен Драгонс. Классика же. Кстати, где пятая часть? Давайте почитаем. АСМ-артисты оказывают клиническую или медицинскую помощь, включая обычный медосмотр. Создатели таких видео не утверждают о реальности сказанного, и зритель должен осознавать, что он смотрит и слушает симуляцию, воссоздаваемую актером. Я не думаю, что слово актер подходящее в Википедии. Ладно, что там еще? Это явление... Ну, по-другому никак, наверное, не сказать. Говорят, что оно помогает с бессонницей и тревогой. Пусть будет актер. Но другие говорят, нет, не помогает. Но это точно не приносит... Меня это пугает, на самом деле. Меня СМР пугают. Для триггера АСМР. Но я послушал ее и не думаю, что ее можно назвать песней. Это просто обычное АСМР-аудио. То, что ее выпустили в альбоме, не делает ее песня Википедия. И на том видео есть комментарий, что очень неплохо описывает АСМР. Мне очень некомфортно. Я даже не знал, что АСМР существует, вот вы и знали? Я нет. Черт, даже колледж хюмор сделали пародию на АСМР. Просто хочу прояснить. Я не ненавижу людей, что занимаются АСМР. Или тех, кто любит смотреть его. И я точно не завидую, что у этих людей сотни тысяч подписчиков и миллионы просмотров. Хотя они всего лишь протирают микрофон 20 минут подряд. Ставь лайк, если послушать БСМР от ЗАТ из аута. Помните, что все эти видео длятся от 15 минут до часа. Вот девочка с этим акцентом, что поет «Я голубая» и «Нума-Нума», чтобы снять с вас проклятие. Я голубая? Я люблю дебюди дебюдай? Я люблю дебюди дебюдай. Боже мой, как-то... А, меня это реально раздражает немножко. Ролевик со стоматологом. Ролевая игра в библиотеке. Китайская еда. Парочка обзоров на Югио карты. Лесплей по Майнкрафту. Дань уважения ФНАФу. Undertale. Лесплей по Марио Мейкеру. Вечер с вампиром. Джокер. Сатана. Похищение пришельцами. Похищение пришельцами для мужчин. И ролевая игра с пытками. Серьезно? Можно написать АСМР и что угодно после этого? И вы найдете это? АСМР Шрек? Are you fucking serious? Боже мой. Боже мой. Все эти видео сделаны недавно. Типа, они все сделаны в 2015 или даже в 2016. Очевидно, Undertale и Марио Мейкер недавние. Но Шрек? 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 Что еще думаете? Джеймс, это странно. Да, это очень странно. Это невероятно странно. Мысли далеко в странность с этими пришельцами. И там почти миллион просмотров. Думаю, это видео заслуживает большего. Знаете, я просто хочу, чтобы одно АСМР видео было 40 минут длиной. И потом где-то посередине человек закричит. Это что-то крипово будет. Пэлло, синьер Пэлло. Это было бы весело. Что за квадратный? А это телефон типа? У меня есть странная просьба. Окей. Эм, ты можешь заснять на камеру собак с надетыми наушниками? А потом отправить мне в видео. А, вот он сам снял. В итоге считается. Собаки с наушниками? Да. Я сейчас думаю, больной. Я не думаю, что они смогут удержать наушники на ушах. Ролик перевела Марьям. Смогли. Как вы видели, смогли. Оля, Ларина и Бифо. Спасибо за просмотр. Ребята, ссылочка на озвучку в описании. Все как обычное. Это прикольно. На самом деле, я разделяю мысли. То, что АСМР это очень странная фигня. Прям дичайше странная. Да. Всем привет. С вами Майн. Что это? Как это понять? Типа, ЛМГ? Я этого не понимаю. Может, кто-то шарит в этой теме. Но я в этом реально не воспринимаю почему-то. Ладно, ребята. Ссылочка на оригинал в описании. Точнее, на озвучку. Если вам просто моя реакция, можете подписаться на меня. Поставить лайк. Подписаться на мою группу ВКонтакте. На мою личную страничку ВКонтакте. И будьте молодцами. Всем удачи, ребят. Всем пока-пока.